Всем привет! В этом видео я отвечу на вопрос, почему в моей учебной программе в первом этапе идут в основном одни рифы, а соло появляются только на втором этапе. Многих это волнует, многие это интересуют. Я, ребята, вам сразу скажу, это сделано абсолютно сознательно, не случайно. И не потому, что мне там жалко вам дать соло сразу же, а именно для того, чтобы вы первые же свои соло сыграли нормально, хорошо, потратили минимальное количество времени, получили удовольствие от игры на электрогитаре и двигались дальше по учебной программе с чистой совестью. Объясняю. Как обычно, пара примеров. Возьмем, допустим, риф, фрагмент рифа. И какой-нибудь сольный фрагмент певучий. Ну, допустим. Попробуем проанализировать второй фрагмент, который я только что сыграл. По нескольким параметрам, не будем по всем. Например, сыграл ли я в ритме? Ну, не знаю. Может быть, сыграл. Я не понял. Честно говоря, я сейчас сам не понял. Внешнего источника ритма у меня сейчас не было. Кратность долей, но вроде как, выполнена. То есть, криминальной аритмии вроде бы нет. Точно не знаю. Ну, допустим. Дальше. А выполнены ли условия динамичности? То есть, динамический рисунок. Наверное. То есть, где тут динамика между чем и чем? А выполнены ли условия синхронизации? Ну, вроде выполнено. Вроде все синхронно. В результате. Вроде, вроде, вроде. наверное не знаю я не могу сейчас до в год дать голову на течение и сказать что железобетона я сейчас прям сыграл все хорошо по всем параметрам ну не по всем имену по этим трем получается что я сейчас не могу вот этого сделать я не могу конкретно сказать у меня нет конкретики как я могу тогда работать над своим звукоизвлечением работать над собой как гитарист и имею ввиду если у меня нет конкретных задач конкретных целей и у меня не указаны какие-то конкретные проблемы А риф, еще раз напомню его. Сыграно ли в ритме? Да, сыграно. Это чувствуется. Даже несмотря на то, что нет внешнего источника ритма, то есть нет метронома или минусовки, все равно слышно, что криминальной аритме нет. Это чувствуется. Любой человек, у которого есть хоть чуть-чуть чувство ритма, а таких подавляющее большинство, на самом деле, он это почувствует. То есть можно даже подстучать, можно даже подложить под это дело метроном. Это чувствуется. Криминальной аритмии нет точно. Если какой-то разнобой по таймингу, это можно будет определить только при взаимодействии с другими инструментами То есть так не поймешь Но криминали ритми точно нет, уже хорошо Идем дальше О чем я там говорил А, динамическая ровность Выполнено ли условие динамичности здесь? Да, выполнено Между чем и чем динамика? Между открытыми нотами и демпфированными нотами Вот, например, был такой фрагмент здесь Слышно? Акцент Такие плотненькие идут демпфированные ноты И взрывная такая открытая Динамический рисунок есть, выполнено И синхронизация у нас там была Синхронно или сыграно? Да А где? Доказательства А нет, двойных, тройных, слепых нот Нету То есть рассинхрон звучал бы так В данном случае все звучало точно О чем это говорит? И в рифах, и в соло Все требования по звукоизлечению должны выполняться Они должны гитаристам мониториться в режиме онлайн То есть в режиме реального времени, когда мы играем на гитаре И мониториться постфактум, конечно же То есть более подробно, когда мы записали себя и послушали, что у нас получилось Но в соло, они для новичков, для тех, кто только начинает знакомиться с гитарой Они как будто завуалированы То есть они не лежат на поверхности Гитарный риф это как открытая книга Берешь, открываешь и смотришь, читаешь Все Задача преподавателя в данном случае по отношению к лифам Она сводится к тому, чтобы показать пару раз Что такое хорошо, что такое плохо Что такое динамика, что такое ритм И объяснить, как этого добиться механически Дальше человек это просто начинает понимать практически сразу Он начинает это слышать А раз он это слышит, он слышит свои ошибки То у него в результате этого формируется потребность в исправлении этих ошибок И только тогда уже он начинает осознанно, подчеркиваю, работать над механикой Не так, как там какой-нибудь преподаватель сказал Типа вот держи медиатор так, зашибись, а зачем? А он начинает это делать осознанно Он сам к этому придет, даже если ему не объяснять про постановки рук Может быть дольше он к этому будет идти, но придет В этом-то и прикол И к первым соло мы должны подойти, обладая некоторыми навыками Первый навык это слуховой То есть мы должны научиться на рифах точно слышать, что у нас происходит Точно слышать и оценивать выполнение качеств вот этих принципов звукоизлечения О них, кстати, можно почитать в статье на моем сайте Если кто еще не читал, почитайте А также второе качество, которое нам надо обладать Это умение выполнять руками вот эти требования И поэтому, так все у меня в учебной программе рассчитано Что к первому соло студент подойдет, обладая этими двумя навыками На примере рифов, которые идут, соответственно, до первого соло И первое соло возьмет без проблем абсолютно То есть, да, там будут для него другие какие-то элементы новые Но в плане оценки своего звукоизлечения будет уже определенный навык И в плане рук, механики, взаимодействия левые и правые руки Также будут эти навыки для того, чтобы требования по звуку выполнялись Вот такие вот дела Поэтому сначала идут рифы в самом начале учебной программы А потом идут соло А далее они уже чередуются Риф соло, риф соло Но рифы преследуют нас в учебной программе до самого конца Потому что это очень-очень важный элемент Как и соло Играйте на гитаре, занимайтесь правильно, учитесь правильно Если какие-то вопросы, пишите С удовольствием отвечу Лайкайте, подписывайтесь Всем удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok